всем добрый день дорогие друзья хочу поотвечать немножко на ваши вопросы сейчас вот как раз их открываю и записать это видео первый вопрос сразу хочу ответить насчет полов написали что в зале плохие полы да мы знаем ребята как вы знаете мы купили dvp мы купили сразу 10 листов до 10 чтобы менять постепенно везде полы мы хотим вот сейчас пока у нас есть линолеум на кухню и на коридор потом мы купим линолеум на следующую комнату и так каждый месяц будем по одной комнате покупать на по мере возможности средств будем покупать линолеум так что прошу не пугаться пока таких полов но dvp у нас уже закуплено осталось только закупить линолеум постепенно постепенно мы везде будем менять буду я все покупать за руку каждую зарплату буду покупать следующий строй материал так теперь начинаю отвечать на вопросы у вас выпал снег нет ребят у нас нету снега нам пока и не надо я картошку еще не выкопала зачем вам столько крыс в итоге ухаживаете только вы нет ребятки тоже ухаживают они их кормят и играют с ним в основном я только клетки мы я слышала что вы хотите покупать посуду в каком магазине что вам посоветовала а не перова саня мы поговорили да дорогие друзья помните когда-то увидела выпускала то что мечтаю одной кастрюльки одну посуду которую давно уже очень пригляживаюсь и аня перо мне написала настя что я хочу тебе сделать такой подарок за что я огромное огромное спасибо она мне скидывала денежку но я потом поговорил но написала не спросила можно я эти деньги оставлю на покупку холодильника так как для меня сейчас это важно там в целом морозилка работает но сам холодильник он текет поэтому для меня холодильник сейчас это в первую важность стоит я на что она сказала настя это уже на твое усмотрение мне было очень приятно ну тебе помочь чем-то за что я огромное огромное спасибо ссылочку кстати на ее на канал останется в описании просьба подпишитесь пожалуйста на нее это будет как благодарность меня и от вас тоже заранее вам благодарна мясо перед заморозкой мыть нельзя так я же сначала я помыла потом разрезала потом она уже только его замораживаю она просыхает за это время ребята сколько стоит у вас говядина почему не покупаете говядина но рублей 350 400 за килограмм свинина говядина что я давненько не срела дорогие друзья вот когда куплю холодильник я куплю говядину а пока мне выложить некуда вы сами видели у меня морозилка полная дальше тампинамбур тоже заготавливаете или едите с сырым так топинамбур мы в основном для курей выращиваем он полезен для курей как куры выживают у вас зимой львы их на мясо у нас райка вообще-то есть старая но есть сарайка не у нас там живут на мы их в основном на размножение и на свое домашнее яйцо у меня дети любят сырые яички иногда покушать но не всегда но едят вы все лето покупаете яйцо куры мало неслись но потому что они с цыплятами были они на гнездах сидели они у меня летом в основном сидят на гнездах и цыплят кормим яйцами покупала я свою яйцо оставляла на еду старалась покупной я старалась кормить цыплят да и несут сюда несутся они маловато у вас морозилка есть она есть но вот маленькая большой нету настя найдите деньги сделайте слив ты же столько воды тягаете так я знаю что будут копать ему сама так почему не надеваете перчатки когда копаете картошку ребята мне неудобно в перчатках я пробовала один день копать в перчатках вот но не мое это не могу я в перчатках лучше уж пускай буду позволено зато я чувствую то что я делаю в перчатках не могу насколько вам хватает двух куриц ну смотря что готовить буду иногда за раз может уйти если на супы на всяко такое то дня на 4 зачем бульон замораживает но это для удобства найти иногда бульон замораживают где вы покупаете я вот тоже насчет вот этого не как-то не очень но иногда вот что по-быстрому что-то приготовить можно а так вот лучше свежий сварить бульон дело покупали детский рюкзак рюкзак я надеюсь что это вишерский спрашивали покупала я в крепаре на первом этаже там есть отдел продают игрушки товары найти вот рядом с мтс кабинетом кто вишерский тот поймет консервации закрывает горячая да я знаю я ее закрыла горячий просто я на видео не показала девы взяли рецепт аджики я когда-то его записывала по моему с интернета что ли и вот им пользуюсь поэтому вот но мне нравится он вкусный получается и дети иногда просто на хлеб можно нынче переборщила с перцем надо говорить аджика я знаю дорогие друзья не аджика настя тебе поправляет пожалуйста говори портфель из хорошо дорогие друзья но вот видите я как деревенская бабушка разговариваю я жила с тремя бабушками поэтому это нормально что я разговариваю как бабушки вы все одноразовые выплаты получили да не у меня все на ремонт ушли настя неужели вы не слышите как говорят ваши дети сводите к логопеду логопеду пойдут но не все у нас в школе по идее есть логопед по моему там все их проверяет а у них как бы отклонение у оксаны некоторые вот писали про оксанту что она вот пропускает некоторые звуки ребята у нее один зуб уже вылез 2 еще не вылез поэтому она немножко не так говорит так а с какой посуды едят дети в садике да они там стеклянные едят я не знаю почему от у меня ваня так но вот он бывает нет нет да уронит настя купите детям железные миски есть красивые 20 так есть красивые но железные это железно у нас есть несколько но их немного чего нечего папа пришел ну так настя пожалуйста не снимай себя внизу вверх но постараюсь а муж ходил прочую или вы сами покупаете лекарства без назначения врача нет муж ходил на прием его посадили на больничной и назначили уколы я ему купил но сегодня он не поехал стоять я ему сказала что я сама стоять не буду и он не поехал сегодня стоять укол но он поедет завтра в поликлинику и будет там стоять коп то что я боюсь что как-то не так я ему поставлю освобождайте место для холодильника екатерина из германии вам пришли деньги мы в нее верим но спасибо сыночка да место для холодильника и так у него уже свободен но то никто не пришлет так что не спасибо за такие комментарии екатерина из германии написала да но это ребята я даже не знаю как дети конечно поначалу поверили я им сказала что не надо в это верить никуда мы не не едем но там я вот ночью читала дискуссия конечно большая была многие шутили весело было но можно сказать что оскорблений почти не было там вы молодцы что вы можете между собой хорошо общаться сколько надо варить аджику ну вот я варила часа полтора я на печке варила и поэтому я часа полтора родственники за спасибо баня ходит но как они еще у вас есть еще мужу может уже с мухи может уже снять ленту мух нету ленту дана убрать что-то она мне на глаза не попадается настя покажите как вы готовите только себя не снимайте но постараюсь я вам обещала что я еще буду варить аджику аджику и обязательно сниму и туда зале полы надо покрасить ужас я уже сказала что я буду везде ложить двп он у нас уже закуплен и будем покупать линолеум но это каждый месяц понемножку от зарплаты получила зарплату купила получила зарплату купила так что дорогие друзья придется потерпеть но будем будем постепенно все везде меня сейчас мы меняем полы в коридоре и на кухне поэтому вот так вот сейчас меняются полы там а в коридоре уже на половину муж сделал вот еще половина на делать и на кухне все на ваши вопросы часть вопросов я ответила надеюсь вам понравились такие ответы если нет пишите другие вопросы задавайте я постараюсь опять новое видео записать вам и поотвечать на ваши вопросы сейчас я собираюсь ездить в город мне надо мариночки купить маечки что-то я тут заметила что у нее все майки короткие стали она что ли вытянулась у меня ребенок вытянулся прям незаметно быстро и поэтому хочу прикупить пару маечек и пройтись по магазинам посмотреть холодильнике но с ценами сройт сойтись посмотрите где какие цены и потом уже решать где какой холодильник брать вот или фортуне или в адельвейс еще точно не знаю где буду брать но вот если кто вишерский подскажите где по качеству лучше фортуна или эдельвейс так вроде да владик второй магазин называется эдельвейс ведь возле полиции который но эдельвейс вот ладно дорогие друзья на этом свое видео завершая вам говорю спасибо за то что пишите ваши вопросы прошу извинения ванечка тут кубик и фигра и но и всем пока пока